Доброго времени суток! Обо всем, что нам понадобится, вы узнаете из хода программы. Итак, берем воздушный шарик, рассчитанный на диаметр 25 см. И немного растянем ему горловину, чтобы она стала пошире. Берем ножницы и отрезаем примерно половину этой горловины. А теперь на нижней части шарика вырезаем отверстие, так, чтобы нижняя часть напоминала трусики. Получилось боди. Примерим его на куклу. Готово! А теперь также быстро сделаем нашей кукле юбочку. Нам потребуется отрез фатина и атласная лента в цвет. Нарезаем наш фатин на полоски шириной примерно 2-2,5 см. А теперь берем наши фатиновые полоски и вот так завязываем их на нашу атласную ленту. Полоски должны сидеть друг к другу близко-близко, пробелов быть не должно. Вот такая пышная розовая юбка у нас получилась. Осталось ее только примерить на куклу и завязать красивый бант. А теперь я покажу, как своими руками сделать для куклы обувь. Нам понадобится термопистолет и пищевая пленка. Берем кусочек пищевой пленки, отрезаем квадратик примерно 10 на 10 см. Оборачиваем пленку вокруг ножки куклы. Обычный целлофан для этих целей не подойдет. Он не такой эластичный, не так плотно прилипает сам к себе. Пленку оборачиваем так, чтобы на стопе был один слой, а края заворачиваем вокруг лодыжки куклы. А теперь берем горячий пистолет и наносим расплавленный пластик так, чтобы он сформировал туфельку. Работа эта требует сноровки и маломальски приличная туфелька получится у вас, наверное, разостреть его. Поэтому запаситесь терпением и клеевыми палочками. Даем нашей туфельке высохнуть и снимаем ее с ноги. Срезаем пищевую пленку. А теперь берем акриловые краски и окрашиваем наши туфельки. Кукла Барби одета. И теперь очередь куклы Вероники. Берем старый детский носок и кружевную тесьму. Отрезаем нижнюю часть носочка. По низу пришиваем кружево, а по верху атласную ленту, чтобы наша кукла не потеряла платье. А теперь сделаем нашей кукле нарядный жилет. Нам потребуется вот такая кружевная салфетка для украшения стола. Рисуем на нашей прямоугольной салфетке круг, вырезаем его. А теперь вырезаем две маленькие дыречки. Это будут проймы будущего жилета для куклы. А теперь снова сделаем обувь для куклы, используя горячий пистолет, пищевую пленку и акриловые краски. И обуваемся. Первые куклы-клиентки отелье стильных переделок в своих обновках. Не успели запомнить всего, что я сейчас рассказала и показала? Тогда ищите фабрику рукоделия в интернете. К вашим услугам сайт телекомпании ТВИН и наша группа в социальной сети. А я прощаюсь с вами. Новый выпуск фабрики рукоделия, как всегда, ровно через неделю. Счастливо!